Приветствую всех друзей, вы на канале Shadvil Play, меня зовут Митя, друзья, мы продолжаем с вами Red Dead Redemption 2 и отправляемся сейчас прямиком к Микке. В конце прошлой серии он решил нам выдать какой-то квест, а мы ему с радостью в этом поможем. В прошлой серии мы помогали то одной семье, то другой, ну как помогали, скорее всего вредили. И теперь Мика что-то нам хочет поведать. Давайте сразу же к нему и отправляться, а вот он кстати. Мика? Блаженны миротворцы, ибо будут они наречены... Слушай, Моля, где дача? Ну ладно. Как там говорится, сдается мне это высказание, не подходит ни тебе, ни мне. Но это потому, что мы ковбои, человек весьма ограниченного интеллекта. Не сомневаюсь. Пока вы со стариной дачи носились по кругу, втаптывая нас еще глубже в дерьмо, Мистер Пирсон, кажется, наш способ как... Нашел способ, как облегчить нашу задачу. Пирсон, тебе не интересно? Наверное, господа. Дач? Давай, толстяк, ты ему скажи. Насчет мира, дач. С адрискалами. То есть, мне кажется, я знаю, что ты несешь вообще. Говори мне, адный толстяк. По пути в город я повстречал пару ребят Адрискала. Думал, что мне придется туго. Но вы же знаете, каков я в бою. Как загнанный в угол тигр. Ну да, с ножом против пистолета. В общем, дело до этого не дошло, и... Мы разговаривали, и они предложили организовать встречу, чтобы уладить все вопросы. Как джентльмены. Джентльмены? Кольм Адрискал? Вы совсем там, что ли, рехнулись? Ты же постоянно нам говоришь об этом, делай то, что нужно сделать, но не лезь в драку понапрасну. Они хотят устроить встреч? Это ловушка. Ну, конечно, это почти наверняка ловушка. Но попробовать стоит. Чем мы рискуем-то? Тем, что нас застрелят. Нас не застрелят, потому что нас будет защищать ты. Если это ловушка, ты их перестреляешь. А если не ловушка, то такой шанс. Не вижу в этом никакого смысла. Мы обязаны рискнуть. Я убил брата Кольма много лет тому назад. Ну вот и все. Потом он убил женщину, которую я любил. Как ты говоришь, это было давно удача. Идем. Ты и я, Артур, будет нас защищать. Больше никого не берем. А как же я? Сейчас не время для тигров, друг мой. Ой, это не к добру, мне кажется. Ладно. Тогда по коням, Морган. Так, оружие у нас есть. Нам бы повысить этот меткий глаз. Заживем немножко табачку. Если это он был. Так, вперед. Надо было, конечно, заживать его попозже. Когда драка начнется. А что я за лошадь-то хоть взял? Свою? Не знаю. Лошадь хороша. Да моя, моя, конечно. Поехали. Знаешь, мы с Кольмом вели в вражду уже так долго, что я не припомню, когда было по-другому. И до сих пор ведете, не забывая об этом. Вот снова, Фомане верующие, есть какой-нибудь план, который тебе подойдет? Может, ты и прав, просто я нервничаю немного. Давай не будем больше убивать без нужды, окей? Я предполагаю убивать, не предполагаю, наоборот, помогаю сохранить мир. Как ты говорил, что за нами гоняются пинкертоны. Из-за блэк-оутера. И Левит корнулся своей частной армией. Никто знает, во что вылится эта грызня с местными. Разве мы и можем позволить себе воевать? С ними, со всеми, да еще и с адрискалами. Твои слова не лишены смысла. Очень надеюсь на это, джентльмен, но, как я уже дал понять, мне не по себе. Слушай, это ведь не тебе придется шкурой рисковать-то, да? Мы пойдем туда, найдем для тебя подходящий насест. У тебя ведь есть винтовка? Да, да, да. Ну вот, мы с дачем отправимся в логово Льва, а ты будешь нас прикрывать. Не нервничай, пока не дам повод нервничать. Все будет хорошо, у нас же есть ты. Постараюсь. Мой дорогой и верный друг, я бы и в самый ад шагнул бы, если бы ты стоял на страже. Как и я. Эй, на этой высоте есть люди. Выглядят как адрискалы. Так, я бы не расслаблялся, наверное, немножко. Так, давайте, наверное, мой любимый магазинный и, наверное, возьмем... Ланкастер, кстати, хорош. Наверное, возьмем с прицелом. Крупноразмерное на плечо. Крупноразмерное на плечо. Винтовка с откидным затвором. Редкая винтовка с откидным затвором. Мне нравится, когда за нами следят. Мы уже близко, скоро ты будешь следить за нами. Может, он прав, дач. Может, я в самом деле перегибал палку, зря подвергал нас опасности. Просто я вижу все эти рты, которые нам нужно кормить. И замахиваясь на неподъемные цели. Слишком забочусь о людях. Вот в чем моя беда. Заботы слишком много не бывает. Вы порете чушь, оба. Возможно, возможно, Мика нас обманывает. Возможно, Коль Модрискл нас обманывает. Коль Модрискл might be full of shit. Быть может, разговоры об этой великой нации, обещания равенства, свободы и справедливости. Быть может, все это тоже вздор. Они стоят того, чтобы попытаться. Они стоят того, чтобы в них верить. Неужели ты этого не понимаешь, друг? Я не знаю. Попытайся. Я прошу лишь в одном. Об одном. Попытайся. Ладно, пастушок, здесь разделимся. Встретимся на поле. Найди место где-нибудь повыше и присмотри за нами. Хорошо, как бы там ни пошло. Встречаемся после дорожной развилки. Будем ждать тебя там, приятель. Возьму снайперку тогда. Раз такое дело. Главное, чтобы меня та банда не приняла. Которая поехала только что туда. По дороге прямо. Так, я на месте. Вот тут труп какой-то. Плохой знак, я вам скажу. Лежать возле мертвой собаки. Или что это за животное? Удерживайте, чтобы посмотреть бинокль. Ну и где они? А что это? Сам кульм? Что-то какая-то подстава. Мне кажется, винтовочку я правильно взял. Что, стрелять? Давайте его убьем нафиг. Здравствуй, Датч. Давно не виделись. Да-да. Ну что, как там поживает твоя банда? Они все так же верят тебе? Лучший мир. Праведный мир, а? Как у тебя с успехами на этом поприще? Не жалуюсь. Как прошло то ограбление, которое вы записали на свой счет? Какое? О, это мне нравится. Как я и говорил, харизматичный лидер. Нас с тобой теперь все ищут. Нас обоих. Мы с тобой многим насолили. Знаешь, мне пообещали награду, Датч, если я тебя поймаю. Что ж ты не согласился? Ну, я пока думаю. Мне жаль, что так вышло с твоим братом. Да ну, он мне никогда особо не нравился. А мне нравилась Аннабель. Ты всегда был дамским угодником Датч Вандерлинды. Это я в тебе уважаю. Что ты хочешь мне предложить, Кольм? Нашей вражде конец? Тихо. Ой, чудесно просто. Ну, я же говорил. Ну, Артур, ну... Ну, как так возможно? Здравствуй, солнышко. Ты ведь не умер? Пока нет. У тебя же должны быть глаза на затылке, вообще-то. Уйдите от Татрискова. Передайте его властям, это я даже не знаю. Чудно как-то. Они убили Шеймуса. Пошли они все в задницу. Кольм прав. Как мы сможем заманить их обратно? В город, кажется, поговорить. Он убегает, стреляйте. Спокойно, сейчас я его сниму. Я тебя убил? Пока что нет. Ну, конечно же нет. Пока что, но убью, конечно, да. Теперь убили, по-моему, да? А, нет. Слушай, Артур, сколько у тебя жизней? В упор с ружья получить, а еще и остаться живым? Не, на такую сделку пойти, ну не знаю, как дети малые. Я только Адрискова убил за это прохождение, штук 100 человек. А сколько в мире человек убил Адрискова в игре Red Dead Redemption 2? Миллионы. А, наконец-то. Положи его оружие вон туда. Еще и оружие сейчас отберут, как обычно. Закроют в тюрьму. Отберут одежду, которую я покупал. Ну, это вообще, конечно, поворот. Ну, в принципе, это во всех играх так. Мы в Ведьмаке раза три сидели в тюрьме. А то и четыре. И всегда все отбирали. Но потом мы, конечно же, выбирались. Артур Морган. Я рад тебя видеть. Здрасте, Коль. Как твоя рана? Я ее почти не чувствую. Сейчас почувствуешь. Заражение, мерзкая штука. Послушай. Ты ведь отменный стрелок. Почему ты до сих пор работаешь на даче? Мог бы вступить в мой отряд. Стал бы зашибать нормальные деньги. Деньги не главное, Коль. О, нет. Главное, это его легендарное обаяние. Ты убил кучу моих ребят. Ну да, да, это было дело. О, хижины в Сингпорте. Я понятия не имею, о чем ты. Ты лжец, друг мой. А я-то думал, дач проповедует честность. Отпусти меня, Коль. И завязывайте с этой своей грызней. У нас у всех теперь проблемы посерьезнее. Но я это вижу. Если они схватят его, то позабудут про меня. У них очень хорошая память. Будь я на твоем месте, я бы взял деньги и сразу пустился в бега. Я знаю. Но мы дождемся, пока за тобой явится разъяренный дач. Сапаем вас всех и сдадим властям. А потом исчезнем. Ты назначил встречу только для того, чтобы схватить меня? Само собой. Он будет так зол. Примчиться сюда. Вместе с остальными твоими дружками. А законники уже будут его поджидать. Ох, Артур. Артур, я по тебе скучал. Зря ты это делаешь. Поверь мне, зря. Коль, зря. Пощады не будет. Ну, что будем делать? Вы можете раскачаться на цепях, чтобы дотянуться до напильника. И можно открыть замок. Ну, давайте. Неплохая пижама, Артур. Качнуться влево, качнуться вправо. Качнуться влево, качнуться вправо. Если бы мелодию еще какую-то включили, вообще бы замечательно. Есть. И напильник оставили специально для этого случая, да? Чтобы мы могли освободиться. Так, ладно. Сейчас мы его расколем. Нагреем. Рану надо будет, да? Заштопать. Слушайте, плечо выстрелили. Я думал, у меня уже это, того. Наклонить напильник. Повернуть напильник. Что-то надо делать. Нормально. Проработали ранг. Все, сойдет. Ну что, порамстить. У нас есть порох. Сейчас мы это засыпем. Стандартная процедура. Мы это делаем в каждой игре. И подожжем, чтобы... Ну, вы поняли, да? Только главное не закричать. Ну? Ну? Понял. Закрой рот. Я не хочу ехать в Мексику. Я хочу домой. Домой. Подожди. Я скоро вернусь. What the hell? Ты не видишь, что нет пленника? What the hell? Так. У меня что есть? Метательный нож. Это хорошо. Ничего не видно, но это здорово. Так. Метательный нож. Сейчас мы будем метать. Есть еще какие-то патрончики тут? Нет? Не знаю. Топорики. У меня всего три, правда? Так. Ну, давай тихо выберем, что он там делает. Пытать человека одно, опичкать его историями, это совсем другое. Покиньте сектор верхом на лошадь. А зачем верхом на лошадь? Можно шеей. Оружие у меня там осталось. Так. Пора деньги зарабатывать. Три патрона револьвера. Оружие. Подожди, а что я не могу оружие взять? А, чтобы не шуметь, наверное, да? Я и того мог обыскать, ну. Блин, а тут их дофига. Один вон стоит. Я похож на этого. На оборотня какую-то. Из фильмов ужасов. Тихо! Так, тихо не вышло. Тихо не вышло. Что ж, оружие у меня осталось, да? О, ну да. Да возьми ж ты что-нибудь-то. Боже ж ты мой. Что я там взял? Большой драгоценный мешочек. Красавчик. Слушайте, а где мое оружие? Ближний бой. Метательное, крупное. Здесь, наверное. Так что, надо перезагружаться. Давай. Есть патроны, есть револьвер, который подобрал. Мне это оружие. Я просто сюда залезу, чтобы взять эту пушку, может быть. О, взять. Я не могу взять револьвер. Да что ж за хрень-то такая? Смотрите, тап. Ну, и где револьвер? Дальше, надо было, наверное, действовать по-другому. Ладно. О, забрать, подожди. Вот про что я говорил. Да спрять. Вылез. Ё-моё. Ну ты пехотине сдаешь, нафиг. Слышите, так я мог без оружия отсюда уехать. Так, подожди. Сейчас мы все сделаем. Дайте мне нормальное мясо. Сейчас я их... Сейчас я их накажу. Где мясо? Практически бессмертный буду, да? Тут оно, конечно, все хорошо. Но мне нужно здоровье. Что-то мяса у меня нет. Было столько мяса. Что, сожрали, что ли? О. Ну, все, ребята. Закапывайтесь. Не пойму, почему у них мимо... Мимо головы летят мои выстрелы. Малость непонятно. Ну да ладно. Еще желающие есть. Слушайте, я чуть отсюда не сбежал без своего же оружия, да? Было бы очень весело. Каких-то два калеки. Причем одного я убил. Вручную. И при том, что я брал пистолет еще, к тому же. Так, подождите, этого мужика обащенца. Он явно... Явно должно было... Что-то не оббирается. Ну ладно. А что у меня за вид такой, я не пойму? Видимо, я обпился чего-то, да? Так, шляпа. Предметы. Дайте хоть. Хоть платочек надену. Вот теперь я вернулся. В пижаме, в шляпе, в платке. Так, Артур, держись. Сейчас мы их еще обберем. Что сейчас... Просто так пришел, что ли? Адрисковый. У вас максимальное количество данных предметов. Ну... Быстро собрали, получается. Серебряная пряжечка. Жевательный табак. И тут еще мужик какой-то лежал. Да, я как мог в этом сортире отбивался. А потом еще автоматически вылез. Вылез снаружи. Через стенку. Так, это моя лошадь, да? Это моя лошадь. Вернитесь на полуостров Клеменса. Да, не проблема. Подожди, лошадь. Шляпа пехотинца. Стрелок зима. Камберленд. Азартный игрок. Свой костюм. Стрелок зимний. Парни, адрес, когда счет вас в окрестностях, вы стали патрули на дороге. Не дайте себя обнаружить и покиньте сектор. Я переоделся, нет? Я переоделся. Ну, теперь другое дело. Заменено на Камберленд. Ладно. Так, магазинный карабин. Подождите, сейчас я еще чуть-чуть приведу себя в порядок. Давайте ланкастер возьмем. А вон они, патрули. Выставили патрули. Да как вы смеете? То есть мне их убивать не надо, да, желательно? Ну, ладно. Туман нам в помощь. Ну, желательно, наверное, ездить не по дорогам, все будет хорошо, да? Сейчас поезд не забьет тумане здесь. Все нормально. Ну что, мы должны сделать ответочку. Причем довольно громкую. Давай, мальчик, вези меня домой. Все, я сознание потерял. Но лошадь меня довезет. У меня такое видение было, потому что у меня ранения было. А я думал, я отпился немножко. Женьшень отпился. Так, лошадь нас доставила. Я думаю, туда, куда надо. Ну, этот мост я уже узнаю. Ну, этот мост я уже узнаю. Кто-нибудь, затащите Артура в лагере. Артур! Артур? Артур? Да, я Артур. Я же говорил, что это ловушка, дач. Мой мальчик, мой дорогой мальчик, что случилось? Они меня схватили. Но я ушел. Они что, не заметили, что Артур пропал? Да, я вижу, что ушел. Мисс Гримша, мне нужна помощь. Пастор? Хотел натравить на нас законников, разумеется. Уже пастора завозусь, я еще жив. Уже поздно извиняться. Суансон, мистер Морган. Мистер Морган, вы в безопасности? Надо уложить его в кровать. Наконец-то сообразили. Ты в безопасности, Артур. Они быстро окинулись, да, что меня нет? Ты в безопасности. Замечательная дача. Просто замечательная. Мисс Гримшо. Посидите с ним немного. Конечно. Только без упреков. Все будет хорошо, мистер Морган. Вы дома. Да, дом хороший. Пошли все на сделку. Артур не вернулся со сделки. Со встречи никто не кинулся даже. Я думал, меня ищут. Олени снятся. Через несколько недель. Ого, я провалялся. Я думал, я вас похороню, мистер Морган. Пока еще нет, пастор. Хорошо. Пастор таки хочет меня похоронить. Как вы? Ну, примерно так же, как и вы. Жаль, это слышать. Ну? Берегите себя. Спасибо. Вы тоже. Хорошая борода, кстати. Я ее, наверное, после этого случая брить больше не буду. Будем считать, что это мой второй день рождения. Задание выполнено. Сущено серебро выполнил. Блаженный миротворец. Освободите и прооперируйте себя за одну минуту. У нас были трудности. Выберитесь из лагеря адресков, не будучи замеченным. Подождите. Ну, как же ж не будучи замеченным, если нам надо было забрать мои вещи? Вещи бы я сейчас потерял, получается, все свои. Убейте адресков, которые побили и ранили вас из ружья. Убейте адресков, которые побили и ранили вас из ружья. А как же ж можно выбраться незамеченными и их убить из ружья? Еще и забрать свое оружие. Как-то не знаю, ладно. Ваша борода не будет расти дальше, если вы не используете тоник для роста волос. Каждое применение тоника для волос позволяет бороде еще немного вырасти. Да. А у меня есть тоник для волос? Тоник выносливости. Тоник выносливости. Крепкая настойка. Подожди. Тоники меткого глаза, тоники здоровья, тоник крепкий, тоник женьшеня. Открытая бутылка, самогончик, сильное лекарство, лекарство. А тоник для волос это что? Это явно не то. Я, по-моему, не видел тоник для волос. Он, может, где-то в другом месте. Обычно таким не увлекался раньше. Сейчас я тут решил бороду отпускать. Ладно. Да не планирую лагерь. Разбивать. Так. Дач здесь. Нет, это не дач. Кто это? Билл Уильямсон. Больше ничего интересного на карте не появилось? Нет. Мисс Гримшоу, как я себя вел? Мисс Гримшоу, вы выглядите куда лучше. Я волновалась. Да, я в порядке. Куртку мне зашили, зашили. Доброе утро, Артур. Я займусь этими долгами. Славно, славно. Надеюсь. Ими долгами. Я уже все выполнил. Чего вы от меня хотите? Крепкий тоник, ром. Пришлось просто выпить немного. Лошадь, которая меня спасла. Чему готовишься? Самый дорогой подарок. Дилижанс без охраны? Нет, пустоголовый, ты уволен. Бизон. 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 Он даст тебе все, что нужно. Кажется, на равнинах они еще остались. Я видел пару где-то вдали. Удача. Пойдешь со мной? Я покажу, как на них охотиться. Почему бы и нет? Давай, сейчас ходим на охоту. После такого ранения неудивительно. Садитесь в седло. Подойдите, а дальше вообще... Хочешь мне пару слов сказать, нет? Мне вообще-то поесть бы, конечно, после... После такого всего. А где тут у нас... Садитесь на лошадь. Ладно, неважно. Давай, это сейчас квест еще сорвется. Поехали, поехали. Мать рассказывала мне, как задолго до моего рождения ее племя кочевало с бизонами. Они жили как одно целое. Куда шли бизоны, туда шел мой народ. Они были центром жизни, без них мы бы погибли. Они давали нам все, еду, одежду, кровь, инструменты. Все относились с большим уважением. Про детство я мало что помню, но мой народ, кажется... В основном шел туда, где есть виски. Ну, про моего отца тоже можно это сказать. Так, куда мы направляемся? Назад во внутренней земле, ясно. Кажется, в последнее время здесь стало так шумно. Ничего, если мы просто поедем в тишине? Мне нужно немного подумать. Ладно, без проблем. По-сустрей, пожалуйста. По-сустрей. А куда ехать? Далеко? Бизона это на карте видел. Не знаю. На карте нет. А что за оружие надо было взять с собой? На Бизона. Мне вот интересно, когда нас напали. Ну, вернее, когда я с плена выбирался. Почему я не смог револьвер подобранный вытащить? Только пока оружие свое не получил, не смог пользоваться другим. Так, давай быстрее. Может, на кролика пока поохотимся? А далеко ехать, ё-моё. Я с тобой больше на охоту не пойду. А это что? А это птица? Может, сразу на королевского? Какого-нибудь, а? Кстати, еще шкурка на лошади висит. Меня полностью взяли в плен, но не забрали шкурку и не забрали деньги. Которых четыре тысячи, за которых можно город купить, наверное. В эти-то времена. Я надеюсь, мой напарник знает, куда ехать. О, давай ограбим этого. Смотрите, у него там помидоры. Или апельсины. Хотя, откуда-нибудь здесь. Мы уже близко. Попробуем срезать путь. Давай, давай. Это Артур так восстанавливается после травм. Не можем же мы сразу встать и пойти. Вот он четыре недели отлеживался, ловил рыбу, наверное. Но рыба-то еще скучнее, конечно. Чем охота. Поэтому лучше на охоту съездить. Ну что, бизоны здесь, да? А, вон они. Ого. Вон там, видишь? Они невероятные, правда? Нужно убить всего одного. Я буду держать их кольце, а ты попробуй свалить одного. Хорошо. Быстро и без мучений? Хорошо. Убейте бизона. Мог меня подождать вообще? Кольцо. Ого, слышите, блин, динозавры настоящие. Это было что? Это был не очень. Слушайте, что у него с головой-то? Бронированная? Ага. С третьего раза. Снимите шкуру с убитого бизона. Вот так теперь свяжу и разделаю. Рога тут пригодятся. Кстати, бизона, да, я впервые вообще в игре, по-моему, вижу. До этого не видел, здоровый какой. Шкурка. Рога, кстати, можно будет на трофей, наверное, пустить. Потому что бизона реально еще не убивал. Там глаз надо было попадать, конечно. Американский бизон. Отлично, положи на лошадь и сади седло, я хочу кое-что проверить. Подожди, я еще ни разу не видел такое огромное существо. Так, одного убил, одного выслежено ноль, изучено ноль. Американские бизоны встречаются в Нью-Ганновере, в Эст-Элизабет. Это травоядное животное, питающиеся зерном, сеном и кукурузой. Учитывая размер бизона, для охоты рекомендуется мощное оружие вроде винтовки каркана или лука с улучшенными стрелами. Первосортную говядину можно использовать для приготовления пищи. Смотрите, сколько еще животных бегает. Не убитых. Артур, как раз самое время после травмы восстановиться, мясо бизона и шкуры потаскать, да? Куда мы едем? Пока я заметил падальщиков, но нужно узнать, на что они слетелись. Что-то заметили вверху. На вершине горы что-то есть. А он опять бизоны. Начинаем перестраховаться. Воу. Смотри, бизоны. Похоже, кто-то подстрелил их и оставил умирать. Зачем так поступать? Я не знаю, но я заметил следы. Давай посмотрим, куда они ведут. Ладно, показывай путь. Но мы вообще-то сделали то же самое, если что. Садитесь на лошадь. Может, мясо тоже все не срезали, только шкурку отцепили. Он мертв несколько дней. Может, это дикие звери? Нет, их застрелили. Я просто не понимаю, зачем их бросили там гнить. Так мы сделали то же самое. Кусок мяса отрезали и все. А дрискалы, как обычно. Смотри, слева еще один убитый бизон. Поехали. Пострелили и бросили умирать, но тот погиб не так давно. Вот там лагерь. Хочу на него взглянуть. Посмотрите брошенный лагерь. Только зря испортили мясо. Так. Бутылочки. Самогон. Наверное, не помешает немного подбодриться, да? А вон он, самогон, реально. И кто этот самогон здесь пьет, да? Это не мы с тобой были, дружище. Просто мы не помним. Ну что-то мы вчера здесь кутили. Садитесь на лошадь. Тут еще что-то лежит. Сигареты, что ли? Дорогие, да? Консервированный что, лосось? Подожди, тут еда бесплатная. А мы беженцы. Консервированные фрукты. Ну, на нас, я думаю, пойдут, да? Фрукты не те. У нас это другое немножко. Так, подожди. Кто здесь банки эти бросает? Боже, природу засоряет. А то что-то еще лежит, кстати. А, жевательный табак. Давай его. Тут уж у нас был, да? Жевательный табак? Табак. Давай. Кто даст нам кое-какой прирост? Угу. Ну все, пошли накажем этих гадов. Угли еще не остыли. Может, полдня прошло, как они уехали. Бизон погиб где-то в это же время. И что ты собираешься делать? Они могут быть еще где-то рядом. Надо подняться повыше, вдруг что-нибудь заметим. Сюда, так мы сможем осмотреться. Так, наготове, держи. Что ты пока вытащишь? Видишь что-нибудь, нет? Артур, смотри, на севере дым. Должен быть еще один лагерь. Давай проверим. Сейчас мы их накажем. Ублюдки, они убивают ради забавы. Думаешь, мы сможем их садить? Я убиваю не ради забавы. Я убиваю из необходимости. Ну да, конечно. Надеюсь, это адрискалы. Смотри, еще один мертвый бизон. Наверное, снова они. Да чтоб тебя. Я его добил бизона, если что. Ну что, попались? Гоблины. Это вы, дураки, подстрелили бизонов? В чем дело? Я сказал, это вы, дураки, подстрелили этих бизонов? Успокойся, в блюдах черный ты там или краснокожий? Это вы их застрелили? Да, мы застрелили их. И вас застрелим, если не уйдете. А какое тебе дело, что мы... Это мое дело. Да ты спятил. Это мое мясо, да? Слушай, у меня семья. Семья, не стреляй. Отойди, Чарльз. Сейчас он все расскажет. Допросить. Какого черта ты творишь? Короче, давай рассказывай, или твоя семья тебя не увидит. Почему ты убиваешь бизонов и оставляешь их гнить? Я не понимаю, о чем вы. Сейчас поймем. Говори, или сдохнешь. А нам платят за то, что мы убили как можно больше. Чтобы все подумали, что это индейцы. Нет, пожалуйста, не убивайте меня, умоляю. Я упомяю тебя. Ладно, топай давай. Только не стреляй, мистер. У меня семья. Тогда беги отсюда. Зачем ты это сделал? Пусть живет. Может, пойдет и расскажет своим дружкам, что происходит с браконьерами. Из-за меня довольны, возвращаясь назад. Ладно, я смотрю, есть ли у них что-нибудь ценное в лагере. Увидимся. Ограбьте лагерь браконьеров. Хоть бы расспросил, кто. О, им платят, чтобы они убивали. Незнакомец. Его надо грабить? Нет, я не знаю. У вас максимальное количество патронов. Так, оружейное масло. Уход за оружием. Карабин ланкастер. Мне, наверное... Ну, а давай за ним надо, да. Почистить тоже немножко. Один раз хотя бы за игру, да? Почистить. Я вспоминаю, что их надо чистить, когда нахожу новый оружейный мас. Окей. Мне этого типа можно грабить? Сейчас уж опять скажешь, что я нехороший человек. Ну, давай его ограбим, не знаю. Мне сказали лагерь ограбить. Вот и граблю. Индийский табак. Ковбойский револьвер. Что у вас еще есть? Сейф. Отравленный нож. Смотреть документ. Так, что это у нас такое? Вы узнали инструкцию изготовления отравленного метательного ножа. Читать. Если в схватке с диким зверем охотник не сумеет быстро держать верх, то может сам стать добычей. Бросок ножа в зверя способен вас спасти, однако так вы сможете лишиться хорошего ножа, если раненый зверь унесет его с собой. Эта инструкция поможет вам за несколько секунд прикончить животное. Необходимые колонисту предметы. Метательный нож, олеандр, как изготовить? Возьмите метательный нож и осторожно натрите его олеандром вдоль клинка. Поместите нож в сумку. Совет охотника. Если вы не можете найти воду несколько дней подряд, не пейте алкоголь, соленую воду, мочу или кровь. Это может довести вас до безумия. Спасибо большое. Очень интересно. Все, это все, что надо было сделать? Ну что, шлепнем по бурбончику. Самогон, лекарство, 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 тоник, тоник, тоник. А, бурбон, походу, тут. Консервированный горох, бренди. Вот был бурбон. Один возьмем. Угу. Еще что-то лежит. Яблоко лежит. Где моя лошадь? И сюда. Есть хочешь? Жертва есть, хочешь, говорим? Ты, правда, сейчас печенье, наверное, будешь есть. Но вся она, ну да. И почистить чуть-чуть надо, а то мы забегали сегодня. Так, что тут у нас еще прицелится? Ограбить банку. Подожди. Ограбить банку? Да я супер вор, я грабил банку. Конское зелье. Это для лечения... Понял. Кусок хлеба. А где у меня вот эта еда вообще лежит? Кусок хлеба. Конское зелье. Надо выпить. Говорят, полезно. Вот это кусок хлеба, да? Хоть хлебом закушу. Нет, кусок хлеба это, видать, для льда тоже лошади. Жевательный табак. О, лошадь уже пришла. За конским зельем. Так, шкура. А, кукуруза. Ну и шкура есть, да? Убийца. Проклятый убийца. Подумай, что я убиваю бизона. Ну и есть, кстати, какое-то мясо, которое надо приготовить. Да, крупного дичь, кстати, можно приготовить. Она мне спасла жизнь, когда я бежал из этого. Из плена. С собой сохраним. Все, больше нет такого. Свинина. Раз уж тут бесплатный огонь. Что-то не готовится нифига. Ладно. Съедим. Приготовить еще порцию. Там не видно просто был. Съел сырую, да? А, да только есть можно. А мне некуда складывать, походу, да? Ну ладно. Перекуси хоть, Артур. Ты годами не ешь. Все, уходи. Желестое мясо. Дичь, оленина. У меня пять. Вот это вообще дичь можно зажарить. Сохранить предмет. Мясо назад. Мясо птицы. Сколько у меня всего? Одна. Ну давай его приготовим. Чего зря таскать. Вдруг какую-то птицу подстрелю. Свинина три. Подожди, свинина. Первородная говядина. Оленина пять. Давай же листое мясо еще зажарим. Первородная говядина. Это с бизона, да? Мы только что добыли ее. Первородная. Первосортная. Ага. Еще порцию. Чтоб не испортилось. У меня, правда, есть переносной холодильник, судя по всему, раз у меня все хорошо. Сколько там у меня? Три куска, по-моему, было или пять? Можно пойти к тому бизону и еще отрезать кусок. Оленина пять из пяти. Свинина, не могу понять, что за дела. Что она у меня не добавляется, и почему ее ем? У меня всего три штучки. О. Это будет пять часов. Все, хватит. Больше не влезет, я думаю. А, подожди. Свинина, это сколько кусков у меня. Это сколько всего взрослого оленя. Давай уже все дожарим. А что у меня там не было варианта сохранить? Не могу понять. Зажарить есть? Сохранить не было. Ну, ладно. Последний кусок. Все пережарить, тогда и оленину тоже надо пережарить. А то сейчас олени у нас чаще всего попадаются на пути. А мясо я забрать не смогу, получается. Там все в порядке. Нас никто не нападет, пока мы жарим здесь мясо. Это Артур так восстанавливает силы. Все. Все. Места больше, по-моему, нет. И мяса больше нет. Уйти. Какой-то домик вон, смотрите, на горизонте. А это их лошади. Ну, ладно. Хотя подожди. У меня, правда, сейчас есть шанс, что я получу гурдак от лошади. Здрасте. Ну, вдруг у них золото в сумках. Правда, с лошади долго дружить приходится. Все, ты меня не убьешь с одного раза. Хотя бы с двух. И что я взял? Хоть бы написали, что я взял. Вот тут я получу, чувствую сейчас. Да. Я это предвидел. Главное, чтобы это не добилось сейчас. С тобой можно дружить? Янгел, гел, гел. Пока. Успокоить. Да, на нервном, видите. Следующий удар будет смертельный, я просто... Ладно, уходи. Все, я их распустил. Все равно в сумке мне ничего не дали. Что-то взял, хотя бы показали что-то. Так, ну что? Что, что, что? Ланчер Кэр. Вот это я хотел еще посмотреть, что это за так... За вещь-то такая. За дом-то такой. Хотя, подожди, тут у нас конюшня рядом. Можно было лошадку и продать. Правда, мне предложили лошадей сдать в другое. Что-то, что она от меня уходит. В другом месте продавать лошадей. Где поинтереснее подороже, но туда скакать долго. Я не помню, где это место находится. Где эти два брата были? Где где-то? В этом районе. Ладно, поехали. Во-первых, охотник здесь есть. Давай, наверное, сначала сюда. У меня надо к охотнику заехать. Сначала на ранчо. Где моя лошадь? Поехали. Поехали, поехали, поехали. Не отставай, жертва. Мы сегодня катаемся. Может, какое-то приключение найдем. А может, приключение нас найдет. Мы давно, кстати, по дорогам не ездили. Всякое возможно. Вот кто-то идет, смотрите. Слушайте, лошадь неплохая, она довольно быстрая. Помогите, меня похищают. Не подходи. Я при исполнении. Кто-нибудь, помогите. Доверие лошадь заслужено. Может, снимите меня с лошади? Еще, блин, и свидетели есть. Мужик, ты мне должен денег. Быстрее давай, охотник за головами при исполнении. Быстрее давай. Куда вы меня несете? Усвободить. Чувак, ты мне должен, я не знаю, долларов 60, наверное. Странный парень. Странный парень, ну да ладно. Короче, надо бежать, он уже... Вон уже законники едут, высадь сюда. Я ушел? Я ушел. Видели, уже несутся законники. Давно я уже никому не помогал. Все, с расследованием меня сняли. Наконец-то. Сейчас анамирана лошади перебью еще в конюшне. С дороги, олени. Здрасте. Мне надо продать эту лошадь. Я, правда, ехал на одной, приехал на другой. Так, сколько ее, что-то за лошадь? Стандартно, за 5 долларов продай, давай. Отлично. Управление своими лошадьми. Жертва. Уход. Снаряжение. Седла. Внешний вид. Уход. Комплекс услуг. Все, отлично. Жертва заслужила. Погнали. Так, погнали. Теперь мы с вами к охотнику. У меня шкура просто уже в третью серию на лошади. Плюс шкура бизона. Если довезем. Так, где мой любимый карабин магазинный? Я с ним как-то увереннее себя чувствую. Надо прокачать как-нибудь. С магазиновой я знаю точно, что попаду в глаз, когда стреляю. Стоять. Это куст с чем-то, да? Мужика можно было ограбить. Нет, это не куст с ягодами. Шкура бизона. Видимо, трава какая-то. Нет. Ладно. Того спас, хоть бы сказал спасибо. Я из-за него двух законников пристрелил. Не законников, это охотники за головами, подлые личности. Так меня не разыскивают, да? Я успел сбежать. Да, я успел сбежать. Никто меня не разыскивает. Ну и хорошо. Ранчо Эмиральд. Стой. Раз я тут. Нам нужен скупщик. Шеймус, купи у меня кольца и все, что есть. Уже не влазят. Забирай золотые карманы. Продать все. Забирай пряжки. Ценная вещь за 3 доллара. Какая там она ценная. Используйся для изготовления. Все остальное оставляем. У меня 4300 долларов. И те, кто меня похитил, даже не соизволили их забрать. Представляете? Реально можно город купить. Не прыгай на кладбище. Никогда не прыгай на кладбище. Через могилу. Я просто хотел посмотреть. Там какая-то интересная вещь закопана. И жертва чуть не стала жертвой на кладбище. Да, бывает. Нет, давайте посмотрим. Интересно. Подождите. Такое место. Именно так закопали. Я вот... Ничего, что я по могилам прошелся. Наверное, сейчас меня опять свалит. Мужики в покер играют. А мне не до этого. У меня дела. Ну что, адрескалы. Я думаю, в следующей серии вам не сдобровать. Я думаю, мы с вами будем теперь очень сильно ссориться. До этого это так были. Легкие разногласия. А, так зачем убивать? Мне никуда только складывать. Ну да. Я думал, оленя подстрелить еще мало летом. У меня шкура бизона. Сама шкура бизона. Давай, шустрей. Уже темнеет. Надо будет там переначивать возле... Охотника. Я, кстати, к нему давно хотел заехать. Все, это место нам очень знакомо. Этот мост я уже... Помню. Как родной. Стоять. Hello, sir. Шкура бизона. Успокоить. Что такое? Что такое с тобой? Ударим еще копытом. Вести только я его чуть не могу. О, могу. Как быстро здесь ночь наступила. Так наступила, что я... Не вижу даже... Ничего вообще. Сэр, включите свет. Луну зажгите, а? Так, мне надо продать вам кое-что. Блин, надо было скупщика посмотреть на эти. Блин. Ну ладно. На талисманы. Превосходная шкура оленей. Плохая шкура бизона. Ну, какая есть. Так, превосходную сдаю оленя. Вот это я вез тебе. Как мог. Пирог. Шмаховое какое-то пирог. Забирай. Рога не знаю. Это что? Медвежий коготь, кабаник, лык, рог бизона. Можно продать. Нет, пока не надо. Мы это пустим кое-куда в другое место. Так, и купить. Хайди Хоу. Давай, комплект одежды. Охотник на медведя. Трофейный олень. Хищник. Вихрь. Тут фиг его знает. О, бизон-призрак. Шапка из меха белого бизона. Белого. Понятно. Тут много чего. Можно трещотка. Обидчик. Объезжающий лошадей. Мародер. Ладно. Это надо очень сильно хорошо охотиться. Так, седла. Вот такого у нас нет. Улучшенное снаряжение. Всадник. Пройдите испытания всадника. А, я же не прошел испытания всадника. Мне-то надо было проехать из Роутса куда-то там за некоторое время. Короче, тут ничего нет. Если бы что-то здесь было бы, я думаю, нам бы уже оповестили бы об этом. Как собственные предметы. Можно там агав купить за 3 доллара. Ну, давай. Хоть что-то у тебя куплю. То есть, остальное у меня есть. Все. Приятель. Можно где-то остановиться. До рассвета, нет? Или это... Или это чужой костер? Это чужой костер. Ну, тогда я тут остановлюсь. Придется сжечь твою палатку тогда. Своим костром. А, нас отсюда. Аккуратно вынесли. Видите, у нас сегодня такая серия. Мы ведь говорили тебе! Эти деревенщины меня достали уже, если честно. Не дают даже кофе попить. Ограбить. Зажигательная смесь. Чудо. Ого. А вы крутые. Старый двуствольный дробовик. И все время из кустов выползает. На вид бомжи, а корень лопуха имеют. Пожалуйста. Ладно, мы продолжаем отдыхать. Да, с двумя трупами, но что делать? Они меня не смущают. Выслежат. Главное, чтобы они не воскресли. Так, спать. До утра. До 7 утра. Ну, хоть не убили. Успел отбежать и вытащить ружьишко. Новая запись в дневнике. Быстрое перемещение доступно через палатку. Да. Ладно, мне быстро не надо. Я тут сам как-нибудь доеду. Но пока едешь, новых людей, новые приключения можно найти. Северный лагерь. Правильно, Артур. Чтобы не было пожаров. Ну, все, друзья. Здесь мы остановимся. В этом месте. И в следующей серии наш путь в Роудс. Да, в Роудс. Можем заехать в Анхорн по дороге. Или вот сюда. Тут мы быстро пробежали. Нас просто разыскивали тогда. И расследование было. Нашу голову пытались отрезать. Поэтому эти города мы как-то быстро пробежали. Можем сюда заехать еще посмотреть. А тогда отсюда быстрым перемещением в Роудс. И посмотрим. Посмотрим, что там за квесты дальше. Все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедерилплей. До новых серий в Red Dead Redemption 2. Пока.